Олег Владимирович, сколько человек за прошлый год получили помощь в вашем центре? Я думаю, где-то около 56 тысяч. Это пролеченные, а проконсультированные их больше 100. Тысяч? Да, конечно. Это ежегодно так происходит. Ну и важно, конечно, что 25 тысяч из них в рамках программы госгарантий. То есть это люди, которые не платят за свою помощь, получают ее за счет программы обязательного медицинского страхования. Это одна из самых больших цифр в Российской Федерации. И это значит, что помощь у нас в регионе одна из самых доступных. А вы себе как руководитель ставите задачу эту цифру все время наращивать или важно качество, а не количество? Нет, важно и то, и другое. Просто я могу увеличивать, но я должен к этому быть готов. То есть у меня должна быть площадь, оборудование, самые главные специалисты. Поэтому наши новые проекты, которые сейчас готовятся, они будут направлены на увеличение помощи, но с увеличением площадок, с увеличением специального оборудования и с подготовкой специалистов. Два ваших филиала, которые находятся в области, это филиал, который находится в Сухом Лагу и Верхней Пышме, отметили юбилейные даты 25 лет представительства и 15 лет представительства в этих городах. География расширяется или нет центра? Ну, сейчас мы настроены не на то, чтобы расширять географию, а на укропнение тех, собственно, филиалов внешних наших, придание им, так сказать, новой жизни. Мы позапрошлым уже году открыли новую поликлинику. Она тоже когда-то занимала всего там 300 квадратных метров и три врача работала. А сейчас это полторы тысячи квадратных метров, это центр города. Уже 10 врачей там ведут прием. Вот этот пример, по которому мы сейчас, собственно, идем. У нас также точно видоизменилась и детская поликлиника, одна из. И сейчас мы работаем над изменением второй. И вместо там 250 метров скоро, я думаю, через два года мы откроем в академическом районе где-то на более чем на тысячу квадратных метров детскую глазуную поликлинику. Сегодня мы подготовили уже проектные работы, закончены, сметы есть уже на среде установой клиники в Нижнем Тагиле. И сейчас идет обсуждение с инвестором, который придет, значит, в этот проект. Я надеюсь, что через два года тоже в Нижнем Тагиле будет новый филиал совершенно, с большой операционной. И количество операций там должно быть увеличено примерно на два с половиной раза. Что-то меняется во врачебной деятельности? Может быть, новые появились какие-то болезни в связи с появлением тех же гаджетов? Или новые случаи какие-то? Болезни, так сказать, остаются старыми. Понимание этих болезней, так сказать, видоизменяется. Подходы меняются. Но это происходит, так скажем, на постоянной основе. Всегда что-то новое приходит. Во-первых, собственно, наши доктора творят. И прошлый год был, собственно, рекордным по публикациям, по патентам, по защитам диссертации, например. Это же все творчество. То есть, это приходит новое понимание, то, о чем вы спрашиваете. Новая методология, да? Да, конечно. Новая задача, новые технические возможности. Да, новое решение. Приходит новое оборудование. Появляются другие возможности в этой связи. Какие-то свои идеи появляются тут же под это. То есть, это надо все аккумулировать и дальше двигаться в этом направлении. И все. То есть, так и двигаемся каждый год. Те большие конференции, которые вы проводите не только в региональном масштабе, но и в общероссийском, и даже международном, я бы сказала, как, например, евроазиатская конференция, которая проходила в девятый раз, в этот раз. Тысяча участников. С ними тоже вы делитесь охотно теми наработками? Абсолютно со всеми. И не только с нашими, так сказать, и с зарубежными коллегами. Потому что когда-то эта конференция была международной. А сегодня, да, она общероссийская получилась. И тысячу участников это только очно. То есть, для офтальмологов это большая конференция. Потому что офтальмологов значительно меньше, чем кардиологов, например, вы понимаете. Поэтому для нас это большая аудитория. И две тысячи они онлайн смотрели непрерывно. Плюс. То есть, аудитория очень большая. Если думать о том, что у нас офтальмологов в России всего работает. Во всей России порядка 13 тысяч, я думаю. То есть, одна десятая практически часть присутствует. Собрать такое количество в одном месте, ну, непросто. Потом, это же не Москва. Все-таки это Екатеринбург. До Москвы проще долететь. Проще логистика. Но это ведь говорит об уровне и о статусе. И о том, что действительно интересно. Вот. Это говорит об интересе. Конечно. В первую очередь. Потому что многие летят на перекладных. Вся страна, собственно. И наши коллеги. Мы сделали просто такой формат дискуссионный. Потому что сам доклад, он по времени у нас на этой конференции был в два раза короче, чем обсуждение. И так конференция была выстроена. То есть, не просто послушать, а именно обсудить, да? Нет, нет. То есть, эпиграфом были дискуссионные вопросы. То есть, не было обычных каких-то решений. Были подняты темы, которые имеют разные решения, разные мнения по этому поводу. И вот это вот надо было все, как говорится, столкнуть. Завести эту дискуссию, этот спор. Получилось? Очень здорово получилось. И эти конференции подобного формата, они невероятно ценными. В декабре конференция 32-я ежегодная научно-практическая. Это тот же самый формат или это совсем о другом? Немножко другой, потому что все-таки это региональная конференция. И здесь больше офтальмологов присутствует, которые не занимаются хирургией, а сидят в поликлиниках, на приемах и так дальше. И здесь тоже очень было много вопросов. И мы старались, чтобы эти вопросы были, чтобы люди не стеснялись, задавали. Были обсуждения, но они немножко другого формата все-таки. Они больше направлены уже не на саму хирургию, не на решения хирургические, а на подходы, на правильные решения, что делать с больным. То есть она более практическое направление именно для этой аудитории имела. Вам была вручена премия «Человек года 2023», звание «Человек года 2023». Как вы сами к этому званию относитесь? Что конкретно, значит, они оценили, так сказать, мое скромное участие, я не знаю. Надо у них спросить, там экспертный совет большой. Но это приятно, конечно. И эта премия, она за бизнес, за инновации в бизнесе. То есть мы являемся коммерческой медицинской организацией, которая выполняет самое большое количество в России бесплатных операций. Вроде как несовместимая вещь, да? Вот это так. Абсолютно. Поэтому это как раз пример, что бизнес, он не только про деньги вообще. То есть бизнес, особенно в медицине, он должен быть очень социально ответственным и социально ориентированным. Мы в 2022 году реализовали совместно с Атомстройкомплексом интересный один из проектов. Очень был интересный. Это новая поликлиника в центре города, консультативная, с приоритетным приемом пациентов с галукомой, с диспансеризацией. И вот мы этот проект совместно сделали. Эта новая поликлиника, она сделана, собственно, с партнерами, с крупной строительной компанией, которые нам все сделали, построили. И мы решили вдвоем такую большую задачу в общем. И помощь, которую мы оказываем в этой поликлинике, 85% – это программа госгарантий. Вот так вот. Вот и все. Какие приоритеты и цели вы ставите для себя и как врач, и как руководители крупной клиники на этот год? Продолжим реконструкцию здания, собственно, основного здания. Я уже сказал о том, что вот сейчас идут серьезные переговоры с инвесторами по старту двух новых проектов. Ну, я про Тагил сказал. Еще второй проект – это Тюмень. То есть у нас филиал в Тюмени есть прямо, и мы рассчитываем, что мы тоже там построим новую клинику. И тогда этот год, он таким будет пусковым, стартовым, возможно, даже не в одном, а в двух этих проектах. Это чрезвычайно важно в сегодняшней ситуации. То есть обязательно должен быть рост. Хоть в чем-то, хоть пусть будет он небольшой, но обязательно в чем-то он должен быть. И мы будем стараться, стремиться к этому. И это бесспорно будет отражаться и на помощи нашим пациентам. Потому что все равно, так или иначе, все эти проекты делаются именно для них.